привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня мы с вами будем учить нашу собачку нашего щенка нашу взрослую собаку потому что разно разновозрастные категории смотрят наш канал двигаться за нашими руками у нас есть руки у нас есть собака которая должна увидеть за ними двигаться это пригодится вам впоследствии во многом куда вы покажете рукой собак да да будет идти куда вам надо будет чтобы она перепрыгнула какой-то барьер вы точно также можете показывать собаки своими руками методом формирования поведения не моделирования поведения мы также будем собаке показывать чего мы от него хотим сидеть лежать стоять и все это мы будем делать нашими руками и так у нас есть мотивации до про которые вы знаете из-за чего собака собственно говоря работает это может быть зоовитальная мотивация подкормка это может быть игровая обучающая мотивация когда собака за игрушку какую-то что-то делает и может быть за то что собаку оглаживаете вы тоже это очень важный момент итак у нас есть собака собака у нас мотивирована жутко мотивирована на подкормку в качестве лакомства мы используем кормка оси и мы учим ее двигаться для этого берем в руку подкормочный материал до желательно чтобы у вас была дрессировочная сумочка да допустим вот у меня в руке находится подкормка вот у меня собака я собаке показываю через три-четыре шага я даю собака упирается у меня прям носом я и не сразу она пытается выиграть ее вот видите она выиграть пытается я не отдаю она двигается за этой рукой двигается вот сейчас отдаю когда она понимает что для того чтобы получить корм нужно следовать за ним да соответственно у нас процесс начинается проще то есть уже с маленьким щенком как только вы его принесли домой можете уже вот такую вот целенаправленную тренировку провалить не давайте только корм когда собака на вас пытается ставить лапу видите она периодически пытается это сделать посредством того что собака у вас будет двигаться за кормом вы можете научить ее различным командам допустим вот интересующий предмет у меня в руке я собаки опускаю вниз до лежать говорю лежать она лежит затем интересующий предмет поднимаю горы сидеть да как только собака села я даю то есть время подачи по положительного подкрепления у нас момент того когда собака у нас исполняет вашу команду соответственно как только собака села вы даете на лакомство то есть поощряй и так сейчас бы я бы хотел бы сказать пару слов о том корме которым я кормлю маруську и так это специализированный корм для щенков галози итальянского производителя то есть это очень важный момент корм специально разработанный для щенков почему щенкам нужен особый рацион особый корм щенки постоянно растут постоянно развиваются они нуждаются в повышенном содержании протеина в повышенном содержании кальция фосфора для того чтобы все правильно формировалось и развивалось также очень важный момент что все эти вещества должны поступать в организм в определенном возрасте в определенное время этот производитель смотрел все эти особенности второго шанса вырастить щенка у вас просто не будет поэтому обратите на это внимание корм галози для щенков подходит по-русски идеально свежее куриное мясо в его составе то есть здесь смотрите это легко осваиваемый протеин да то есть куриное мясо его здесь находится более 30 процентов плюс клетчатка которая помогает переваривается и усваивать организму этот корм состав в составе тщательно подобраны минеральные витаминные комплексы то есть масло здесь все есть для того чтобы щенок роз идеально формировался его организм этот корм производится в италии ребята этот корм производится в италии не в россии даже не нашими какими-то партнерами производится на именно в италии он по даже упаковка делается в италии то есть упаковывается в италии о чем свидетельствует собственно говоря то что здесь нету надписи на русском языке вот здесь наклеена наклеечка для того чтобы соблюсти наше российское законодательство и была информация но на мешке именно в печатном виде эта информация не присутствует я вам скажу больше здесь даже размер гранул размер гранул он именно подобран и разработан для того чтобы щенку было удобно кушать и для того чтобы у него чистили я доверяю полностью итальянскому производителю да то есть вопросов у меня не возникает по этому форму поэтому канал я мой хвост рекомендует всему кто имеет щенков и не только щенков потому что корм галузи в своей линейке имеет достаточное количество все всевозможных кормов заходите вы можете увидеть ссылочку на поставщика этого корма в россии к описанию к этому ролику а также можете увидеть и в шапке нашего канала канал я мой хвост маруська рекомендуем форм галузи кстати мы его используем также при дрессировке в качестве лакуста лежать да лежать сидеть да теперь давайте вообще со щенками нужно вот на уровень их становиться и начинать заниматься щенка сидеть стоять да стоять сидеть да лежать сидеть да стоять сидеть да тумба постепенно нужно переходить с момента того что собака у вас двигается за руками но научится она у вас двигаться если у вас маленький щенок в течение там двух трех недель двигайтесь за руками с подкормкой потом чтобы перейти от взятничества именно положительного подкрепления чтобы собака у вас именно понимала что двигаться нужно за рукой есть она насчет у вас двигаться если у вас нету подкормки она перестанет у вас двигаться за рукой вот для того чтобы научить ее уже перейти с этого момента когда собака двигается за рукой без подкормки делаете таким образом то есть сначала вы также все дают подкормку собака у вас ходит за этой подкормкой потом следующий штак шаг что вы делаете вот у вас есть левая рука вы сюда складываете подкормку правой руке у вас тоже есть подкормка вы учите собаку двигаться за этой рукой да молодец а даете с этой руки понимаете в чем дело то есть допустим двигаетесь сидеть да даете уже с этой руки дальше что вы делаете лежать да то есть подкормка здесь собака у вас двигаясь за вашей рукой легла а поощрение получил из этой руки лежать выпала у меня сейчас подкормка это очень сильная ошибка любого дрессировщика то есть подкормку мы должны не должны во всяком случае ронять а если уронили с пола не должны разрешать собаки поднимать то есть всегда еду и лакомство собака получает с двух мест это с тарелки из ваших рук вот смотрите сейчас я собаки показываю отдаю с левой руки показал правой рукой это таким образом мы переходим впоследствии вам уже не надо будет в правой руке держать лакомство его не надо будет держать а просто будете рукой показывать да молодец и давать видео у меня сейчас здесь нет молодец сидеть да молодец а изначально мы с вами делали да то есть первый шаг у нас первый этап лакомство в руке собака учится за ним двигаться да и об это лакомство опять сидеть лежать второй этап у нас лакомство есть в руке но выдаем мы другой руки то есть двигаемся до лежать до лакомство здесь есть выдаем другой руки до последствий вообще убираем лакомство сделается это так еще раз хочу сказать в качестве лакомства я использую корм голосе туба с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег мой хвост маруська но также вы можете еще и применять и не только лакомство то есть это может быть игрушка ваших руках да это может быть оглаживание всем спасибо заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится всем пока и и Продолжение следует...